всем огромный привет и сегодня мы с вами отправляемся в дом секунда я обещала снять для вас ролик из категории все по 200 рублей но пока я собиралась эта категория еще больше подешевела и теперь там любая вещь 50 рублей мне кажется так даже будет интересней я попыталась выбрать самое интересное для меня интересно это все таки вещи с натуральным составом даже на такой максимальной скидки найти шерсть шелка или еще какие-то интересные материалы и давайте немножко покажу вам что было в зале вещей было достаточно много больше всего было естественно это платье категория но большинство конечно это были летние платья с открытыми рукавами и 95 процентов это были маленькие размеры то есть вот максимально наверное с м вот это платье от zara я вам уже кстати показывала в коротких видео она до сих пор висит она была до 200 рублей категория была и стопроцентная вискоза отличное платье жалко что маленькая вот такая кофта попалась вот майкл коркс эти вполне в приличном состоянии только вот этикетка составом была срезана дальше такой джемпер понравился он к сожалению тоже маленького размера хороший состав 70 хлопка 30 шерсти нормальное состояние вполне себе и вот это пальто я тоже вам показывала в коротких видео но тоже дожило до скидки 50 рублей за 200 его никто не купил и 60 процентов шерсти составе у него ну у него кстати конечно такая уже моделька подустаревшая дальше обувь 4 одинокие пары остались вот такие вот ботильоны они же носки от рикер мне кажется даже они кожаные вот этот вот мысок но вот к чему вот это вот носок я не пойму в общем поэтому наверное они остались вот это вот какая-то пара но умный уже состояние видите вот эти вот мне показались возможно даже замшевыми но тоже состояние было совсем уже плачевные 39 размер и вы такие от грейсланд там тоже фасончик конечно на любителя огромный каблук в сочетании замши в общем ну такое никто их покупать не хочет даже за 50 рублей далее мы с вами перемещаемся в примерочную выгляжу я сегодня вот так в своей юбке из эко кожи в джемпере стопроцентного кашемира который кстати я купила в этом же магазине наверное на третий день завоза он абсолютно был без всяких бирок составом и ну кашемир я чувствую на ощупь и шарфик мой из мега хэнда мне кажется сюда очень хорошо подходит и давайте начнем с первого комплекта буду вещи примерять примерять комплектами так мне кажется будет удобнее и быстрее значит кофта от бренда next она абсолютно новая и вот такая вот юбка к сожалению все бирки были срезаны из состава и производитель но мне кажется что она шерстяная либо шерсть есть в составе в любом случае не знаю в каком процентном соотношении может быть даже стопроцентной потому что она вроде была бы такая тоненькая но очень теплая и комфортная единственное что мне не понравилось это вот именно что она была тоненькая ведь она просвечивает все нюансы и даже колготки просвечивались сквозь нее кофты неплохая знаете такая по типу как лапша материал в большинстве по моему вискозы в составе процентов 70 точно есть вискозы на абсолютно новая с с этикеткой в принципе неплохая но мне такая не нужна и тоже очень через нее она прям вот бюстгальтер полностью как-то так подчеркивает все вот кружево на бюстгальтере в общем мне не очень понравилось ни то ни другое возможно если бы я примеряла эти вещи не в комплекте с какими-то другими может быть они мне понравились больше но не точно скажем так следующий комплектик я составила также из юбки джемпера юбочка от марка спенсер и джемпер от американского бренда уортингтон собственно комплект неплохой что хочу сказать но я больше наверное хотела просто посмотреть как это будет выглядеть побаловаться скажем так я в такой юбке ходить не буду слишком короткая для меня не моя длина хотя мне понравилось как она села и знаете прям такое что-то в стиле ну не то чтобы тату но такое даже не знаю ну в общем прикольно я долго не крутилась вертелась но брать не стала я поняла что это знаете мимолетное такое состояние сначала вроде тебе понравится купить а лежать потом это будет или висеть и носиться вряд ли будет 64 полиэстера немножко 30 чем-то вискозы и совсем чуть-чуть эластана а вот джемпер вполне себе хороший преобладает по моему хлопок с вискозой в составе но просто мне такой не нужен у меня полно шерстяных и всяких в общем джемперов поэтому я просто взяла в пару к юбке далее вот такая вот блузка к сожалению меня подвела она от датского бренда минимум основанный в 1997 году и она очень приятная была на ощупь хотя это вискоза с полиэстером но по ощущениям это было как купра она мне казалось в груди маленькая ровно точно так же как и это блуза бирки составом были срезаны поэтому не могу сказать но я что это полиэстер это черная блуза тоже маленькая в груди мне пришлось быстренько бегом бежать вот за этим свитером только для того чтобы примерить брючки значит такие брючки нашла я их в мужском отделе но я не знаю мужские они же или женские если знаете подскажите они от бренда у и это голландский бренд и знаете почему я сомневаюсь что они мужские они идеально подошли на мой рост мой рост метр шестьдесят два не знаю бывают ли мужские брюки такого на такой небольшой рост скажем так чем они классные ну во первых это 60 процентов шерсти со в составе знак качества шерсти волмарк то есть замечательный мне понравился цвет знаете такой коричневый но такой красиво коричневый правильно коричневый наверное и они мне немного тесноваты в поясе ну вот буквально пару килограмм и будет отлично я правда не знаю с чем такое носить правда я никогда не носила брюки не мужские не женские в принципе поэтому это все эксперименты для меня но за 50 рублей почему бы и нет я их естественно забрала следующие брючки еще интереснее они уже из стопроцентной шерсти и вот эти вот наверное все таки точно мужские потому что здесь вот уже ростовочка мне велика и они мне уже безнадежно малы то есть практически не застегиваться в талии и но я все равно их забрала я предложу их мужу если он не захочет возможно я их продам или буду ждать пока похудею очень красивая расцветка они такие темно-серого цвета и на них еле-еле голубая такая клетка очень классный стопроцентная шерсть в общем то без дефектов никаких дефектов не нашла ни на этих брюках не на предыдущих соответственно 50 рублей тоже с удовольствием я их забрала какой-нибудь все-таки применение я им найду вот я пытаюсь вам показать эту клетку очень кстати интересно смотрится она просто вот камера и освещение в примерочные к сожалению все время искажают и цвета и в общем то вещи смотрятся гораздо гораздо хуже в примерочный секонд-хенд ну и вот это вот кофта которую я взяла чисто для примерки этих брючек ничего не интересного нет там по моему 10 процентов шерсти составе и 5 альпаки да вот обычная такая кофта мне такая тоже не нужна далее у нас будут платье и первое платье на примерке от датского бренда мама лэшис компания занимается созданием и производством одежды для беременных женщин и кормящих мам мне понравилось это платье на вешалке очень понравилось я почему-то подумала что она хорошо сядет на меня но увы во первых очень тонкая все просвечивает через него каждое очертание также бюстгальтера все ну во первых она естественно мне кажется мне маловато вот вот смотрю на вешалке замечательно хорошее платье на мне нет но она кстати из стопроцентного полиэстера поэтому естественно братья его не стала а вот это вот платье мне понравилось оно от немецкого бренда эсмара кстати кто-то мне писал в комментариях что вот зачем ты все время меряешь черное примеряешь типа этот цвет старит и так далее тому подобное я так кстати не считаю я очень люблю черный цвет и мне кажется черный цвет очень здорово мне смотрится и стройнит скажем так и ну я люблю черный цвет платье вернемся к платью неплохое хорошее состояние дефектов я никаких не нашла бирк составом срезан но я думаю это вискоза процентов 80 может быть с эластаном или с полиамидом что-то такое и вот такое вот очаровательное платье нашла его в платьях но мне почему-то кажется что это либо сорочка ночная либо какая-то вот одежда для сна не знаю почему мне вот так вот кажется очевидно что она винтажные судя по пуговицам и все бирки отсутствовали но я так предполагаю это все-таки вискоза вряд ли это полиэстер такой вот шершавенькая такая вискоза и цвет очень красивый но к сожалению нам немало в груди и и следующее платье от бренда buy bar родом из амстердама это вот такое обычное трикотажное платье в принципе вполне себе неплохо села конечно такие вещи лучше найти носить с корректирующим бельем но я вот решила все равно примерить неплохой такой знаете офисный вариант может быть или такой какой-то спокойный вариант но не знаю я такие платья не очень как-то ну и наверное коротковато хотя в целом неплохое 90 по моему до 91 процентов процентов хлопка в составе очень в принципе приятное и все я уже собралась уходить пошла на выход думать дай-ка я быстренько загляну еще в отдел завозом может быть я что-то пропустила и да я в тот раз когда покупала кашемировый свитер не увидела возможно его перевесили в женский отдел возможно он был мужском вот такой замечательный свитер от испанского бренда springfield просто обалденного цвета нереального я вообще сейчас последнее время очень люблю зеленый я уже говорила не один раз у меня куртка зеленые шарф шарфы покупала зеленые в общем очень нравится дефектов никаких нет за исключением там немножко катыша буквально чуть-чуть поубирать пару штук и это стопроцентная шерсть со знаком качества волмарк сделан он в мадагаскаре но к моему великому сожалению он очень очень колючий для меня тактильно я в нем очень долго стояла где-то минут 15-20 точно но так и поняла что не смогу его носить потому что мне он колется но свитер просто обалденный что ж на этом все мой обзор подошел концу спасибо большое за просмотр за ваши лайки за комментарии подписывайтесь обязательно на мой телеграм-канал ссылочки будут в описании под видео и в шапке профиля и мы с вами совсем скоро увидимся и в новых видео пишите ваши запросы какие видео вы хотели бы видеть на моем канале и пока пока